приветствую вас господа трейдеры на очередном же недельном обзоре финансового рынка меня зовут евгений багураев и мы сегодня с вами составим торговые планы на предстоящую неделю мы разберем валютные пары сиви контракты нефть марки бренд индекс sp500 обязательно посмотрим bitcoin там кстати может быть уже вот-вот будет точка входа на формирование восходящей конструкции и в принципе если какие-то вопросы у вас будут то обязательно их задавайте и будем сразу разбирать она золото про золото не сказал золото мы тоже обязательно разберем и так какие нас ждут новости на этой неделе на самом деле неделя очень новостная вот так вот сразу только начало февраля и сразу столько много новостей в завтра 6 30 утра по московскому времени решение по процентной ставки по австралии сейчас ставка практически 0 1 что будет мы не знаем конечно же может сильно повлиять на стоимость валютных пар где есть австралийский доллар в четверг решение по процентной ставки по фунту ну тут кстати можно все что угодно ожидать из евросоюза вышли поэтому тоже торгуем осторожно в четверг в 15 00 по московскому времени ну и пятница как вы думаете что у нас за новость конечно же но он фарм и также в пятницу изменения занятости и по канаде поэтому помните да что мы если разновекторные новости по канаде и по американцу то мы очень классно торгуем валютную пару американский доллар канадец вы представляете американец говорит что надо идти вверх а канадец говорит что надо идти вниз ну то есть по американцу все хорошо по канадцу все плохо конечно же это вызывает сильное движение на котором мы можем заработать в 1630 по московскому времени в пятницу но он фарм и также 1630 изменения занятости по канаде итак давайте перейдем на график и приступим к разбору как всегда мы начинаем анализ индекса доллара для того чтобы посмотреть самую главную валюту что же от нее ожидать не был пробит уровень 90 ровно на который мы в принципе с вами и ориентировались на прошлой неделе помните да что мы понимали что цена скорее всего дойдет до уровня 90 но вот если его не пробьет то возможно будет восходящее движение ну она так и получилось и так что нам говорит индекс доллара уровень поддержки уровень поддержки 90 46 остается не пробит это очевидно то есть он остается не пробит соответственно мы можем ожидать восходящее движение ну да тех максимумов которые у нас были в диапазон 90 83 дальше следующий уровень 91 10 и 92 0 9 это уровни для восходящего движения и конечно же если цена закрепиться ниже уровня 90 46 то мы можем ожидать нисходящее движение вплоть до уровня поддержки 90 0 5 и 89 15 это цели для нисходящего движения а так флэт в принципе флэт на самом деле этот же флэт у нас и по валютным парам а валютная пара евро доллар здесь у нас кстати пробит наклонный канал нисходящей конструкции и сейчас как раз наблюдается коррекция и это очень хорошо что мы сейчас идем именно в коррекцию давайте разобьем восходящее движение на под волны у нас есть полна а есть коррекция волна b ну и конечно же есть волна c и вот эта конструкция пока еще не завершилась именно эта конструкция еще не завершилось вот давайте и построена клонный канал по этой конструкции и нам сейчас очень важно определить когда она завершится почему это важно я сейчас вам расскажу а вот уже видите наклонный канал пробит это очень хорошо это прям позитивная новость потому что мы как вариант даже можем рассмотреть еще более раннюю покупку то есть еще более раннюю ну и продажи продажи не знают продажи в принципе как вариант наверное тоже рассмотрим и продажу в том числе давайте сначала разберемся с покупкой а потом уже будем смотреть на продажу восходящая конструкция у нас завершилась обратно перейдем на h1 первый вариант покупки это на пробитие максимума то есть выше 1 21 55 выше 1 21 55 покупка это вот такая простая будет покупка точка входа приусеченной c плюс на откате бы на откате бы потому что общий тренд восходящий соответственно можем предположить что вниз эта волна b ну и на завершении бы на формирование восходящей конструкции покупка то есть это у нас получается будет полна c такая в принципе несложная получается покупка и более ранее для тех кто любит торговать внутри дня давайте разберем более раннюю точку входа потому что она тоже сейчас формируется как мы видим у нас пошел ложный пробой и ложный пробой довольно таки сильный давайте увеличить чтобы мы это увидели вот он этот ложный пробой отличная фигура согласитесь вот он уровень поддержки ложно пробили тут же пошли вверх то есть здесь действительно было видимо много стопов и если мы разобьем нисходящее движение на подволны давайте это сделаем это на самом деле очень легко сделать то мы увидим что нисходящая конструкция усеченная волна а коррекция волна б и вниз усеченная волна c ну волна цена действительно очень короткая очень короткая волна c а теперь давайте построим наклонный канал по этой нисходящей конструкции и попробуем найти точку входа на откате b на откате b но уже от этой конструкции то есть мы предполагаем что вверх не что иное как полна а вниз коррекция волна b ну а почему мы не можем так предложить вниз мы не пробили уровень 88 и 2 и движение действительно слабое даже если на индикаторе весом осциллятор посмотреть то у нас здесь формируется дивергенция даже расхождение с выходом за ноль поэтому мы конечно же можем предположить что это волна b ни в коем случае сейчас не надо запрыгивать потому что мы вдруг предположили что это волна b нет этого делать нельзя для того чтобы купить необходимо волной а пробить наклонный канал после этого получить коррекцию волну b и покупка на формирование восходящей конструкции такая точка входа будет на откате b и она будет самое главное на завершении этой нисходящей конструкции то есть этого нисходящего тренда этот тренд вот эта красная конструкция это нисходящий тренд он идет сверху вниз и мы никак не можем его назвать восходящим а вот этот тренд он больше похож именно на восходящий а значит мы можем предположить что это коррекция волна b и вот как раз на завершении этого тренда формированием восходящего тренда то есть восходящей конструкции мы будем покупать если мы рассматриваем такую покупку то обязательно на максимуме на ловушке фиксация 1 2 прибыли и перевод сделки без убыток это обязательное условие стоп ставим под усеченку но это внутренняя точка входа она ранняя и она должна быть уменьшенным риском ну а если уже окажется что это действительно продолжение тренда то конечно же мы сможем с этой сделки заработать очень хороший потенциал но представляете если даже мы здесь закроемся на максимуме то отношение к нашему риску прибыль которую мы получим она будет значительно больше чем риск это что касается валютной пары евро доллар и продажу да я же вам сказал что еще продажа мы рассмотрим давайте это и сделаем и так когда продавать валютную пару если пробьем этот максимум получим эту восходящую конструкцию и не пойдем вверх то есть попадем на волну b ну кстати по движению больше похоже все-таки пойдем вверх ну вдруг вдруг если не пойдем вверх тогда мы будем продавать на откате b то есть на пробитие этого минимума в таком случае мы предполагаем что это движение вниз это волна а это движение вверх это волна b а это вниз волна а c b c и c c в таком случае продажа ниже 1 21 17 это что касается продажи второй вариант продажи мы берем первый тейк профит на ловушке заходим в покупку на ложном пробитии который мы с вами уже разобрали и входим ведь берем первый тейк профит и попадаем на усеченку то есть это восходящая конструкция оказывается увы усеченной и нам она не дает много заработать мы конечно же после первого тейк профита переведем сделку без убыток понятное дело но дальше к сожалению она не идет и вот на перевороте уже от этой усеченки мы и будем продавать то есть волны а пробили наклонный канал получили коррекцию волну b и продажи на формирование нисходящей конструкции такая точка входа будет при усеченной c то есть это восходящая конструкция усеченная на завершение этой усеченной конструкции мы будем продавать на формирование нисходящей волновой конструкции валютная пара фунт доллар ну а здесь что здесь восходящее движение вы помните что мы на прошлой неделе в очередной раз от диапазона скользящих средних нам нужно было разбить нисходящее движение на и на завершении нисходящего движения формированием восходящего движения опять купить мы это делаем уже три недели в подряд три недели мы делаем ровно то же самое и вот никак по-другому мы делать не хотим вы знаете правильно делаем вот она это нисходящее движение давайте я вам покажу то есть вот вот мы с вами рисовали торговый план помните на прошлой неделе мы с вами рисовали этот торговый план его даже стирать не стал просто нужно было этот торговый план перенести на график и все как бы ничего сложного здесь совершенно не было как я и сказал больших денег мы не заработали потому что я какого-то большого восходящего движения не ожидал но и стопов мы не получили потому что мы торговали строго по тренду а это самое лучшее что может делать трейдеры торговать по тренду серьезно волной а пробили наклонный канал нисходящей конструкции получили коррекцию волну b и купили на формировании восходящей конструкции все максимально просто работа по тренду на завершении коррекции все профессиональные трейдеры именно так и торгуют никто ножи не пытается поймать что типа вот идем вверх значит пойдем вниз сразу вспоминается один публичный трейдер который теслу шаркил вот он как раз хотел заработать не получилось в принципе неудивительно поэтому не стоит сейчас ровно то же самое вы знаете я ничего не хочу менять потому что мы это делаем уже три недели и три недели все хорошо мы не ловим стопы мы немного зарабатываем немного потому что flat в принципе ну мы корректируем с возвращаемся обратно немного пробиваем максимум то есть вот мы принципе если вот так вот уменьшить то увидите что ну какого-то прям тренда здесь наверное все-таки нет вот у нас был максимум немного его пробили потом мы опять здесь чуть-чуть пробили потом здесь опять чуть пробили опять пробили опять пробили его сейчас на пят тоже пробьем вот-вот поэтому сильного движения здесь сто процентов нет сто процентов никакого сильного движения восходящего я здесь не вижу но и говорить о том что с какой-то стати доллар должен сейчас дорожать по отношению к другим валютам ну вот я не вижу разворот я вижу флэп до понятно и Я делаю, что всегда идти сильно вверх тяжело, поэтому иногда цена должна останавливаться. Но вот не более чем. Поэтому торговый план не меняется. Вот этот торговый план мы переносим сюда, так же как и две недели в подряд мы переносили наши торговые планы и их отрабатывали, и отрабатывали успешно. Для того, чтобы купить, купить не продать, нужно получить нисходящую трехволновую конструкцию и спуститься в диапазон скользящих средних. Пока этого не произойдет, я покупки не рассматриваю. После этого построили наклонный канал. Я вам рисую то же самое, что здесь. По нисходящей конструкции, которая будет и на завершение этой нисходящей конструкции, формирование восходящей конструкции, покупка волной А, пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот она, эта точка входа, и ее я согласен отрабатывать. Вы знаете, что я не покупаю, когда дорого, но представляете, здесь уровень сопротивления, я знаю, что на протяжении многих недель цена пробивала максимум, но дальше шла очень неохотно, а сейчас с какой-то стати я должен поверить, что мы сейчас пробьем максимум и полетим дальше вверх, да вроде ничего такого не произошло, поэтому нет, сейчас покупки не рассматриваю. Продажи я тоже не могу рассматривать, потому что тренд явно восходящий, мы это знаем и зачем себя обманывать, то есть вы видите, что тренд восходящий, я вижу, что тренд восходящий, зачем продавать, в надежде, да, я заработаю на откате 5 пунктов, из них 3 отдам комиссии, это не серьезно. Итак, покупка. Продажи, возможно, на перевороте, то есть если мы не пойдем вверх, попадем, соответственно, на волну B, построим наклонный канал уже по восходящей конструкции, на которой купили и только тут уже будем продавать на формирование нисходящей конструкции. Волной A пробили наклонный канал, получили коррекцию волну B и продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате B, в таком случае мы предполагаем, что вниз не что иное, как волна A, вверх трехволновка это коррекция волна B, а вниз волна C, которая имеет подволны A, C, B, C и C, на которых мы будем продавать и, соответственно, закрывать нашу покупку, то есть переворачиваться. Валютная пара американский, доллар, канадец. Ну а здесь, в принципе, очень даже возможны продажи, а почему бы и нет? Почему возможны продажи? Ну давайте мы немного уменьшим и мы видим, что тренд явно вниз. Ну вот прям явно тренд нисходящий. Поэтому давайте сначала рассмотрим продажи, а покупки уже на перевороте. И, кстати, покупки будут очень неплохие, даже если придется переворачиваться, ничего страшного в этом не будет. Продажа на пробитии уровня 1.27.36, то есть вниз мы уже пробили наклонный канал восходящей предполагаемой коррекции, вверх получили волну B предполагаемую. Мы еще не знаем, волна B это или нет. Мы так хотим, чтобы это была волна B. Ну, соответственно, если мы пробьем уровень поддержки, то это и будет волной B коррекции. Вот у нас точка входа на продажу. Легкая, простая, удобная точка входа. Ближайшая цель 1.26.29. Дальше смотрим по ситуации. Ну вот ближайшая 1.26.29. Когда нам рассматривать покупки? А вот покупки мы будем рассматривать. Да, кстати, обратите внимание, что здесь у нас образовалось медвежье расхождение. Был выход за 0, слом хребта BQ и, соответственно, максимум находится на одном уровне. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции. Ну, если она сформируется, если мы пробьем минимум, тогда у нас будет нисходящая конструкция. По ней строим наклонный канал и покупаем на завершение этой нисходящей конструкции формированием восходящей конструкции. Волной A пробили наклонный канал, получили коррекцию волну B и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на Аткате и Б. Вот эта точка входа мне нравится против тренда, потому что у нее есть близкий тейк профит. И вероятность того, что цена дойдет до этого тейк профита, потому что это же уровень сопротивления. Даже если продавцы здесь поставят стоп-лосс за максимум, что они, в принципе, и сделают, что вполне разумно. И если крупный участник захочет эти стопы вынести, то он до сюда дойдет. А мы именно здесь и зафиксируем первый тейк профит. Это та самая ловушка, о которой писал Биллинс. Итак, в таком случае у нас получается, что вверх это не что иное, как волна А. Вниз трехволновка это коррекция волна Б, а вверх волна С, которая имеет подволны А, С, Б, С и С. Поэтому это и есть точка входа на Аткате и Б, то есть на завершении волны Б. Вот такая у нас получается интересная покупка. На максимуме обязательно фиксация 1-2 прибыли и перевод сделки без убыток. А следующая цель это уровень 138,2 по Фибоначчи от волны А, то есть в диапазоне 1,29,81. Ну или, кстати, так как у нас здесь верхняя граница нисходящего ценового канала, можно даже взять уровень 123,6, 1,29,40. Даже, наверное, лучше так и сделать. Валютная пара австралийский доллар, американский доллар. Ну а здесь, в принципе, возможно, будет все-таки восходящее движение. Давайте мы проверим уровень 88,2 для того, чтобы понять, где находится сейчас минимум нисходящей конструкции. Потому что на самом деле минимум это не то, что мы понимаем под слово минимум. То есть самая нижняя точка или максимум самая верхняя точка. Минимум конструкции это где был пробит уровень 88,2. Потому что конструкция формируется именно тогда, когда пробивается уровень 88,2. И мы видим, что он не был пробит. То есть минимум находится здесь. Минимум у нас не поменял точку. Он находится именно здесь. Итак, когда же рассматривать покупки? Ранняя покупка на пробитии текущего максимума. То есть вот этого максимума. Что это будет за покупка, мы с вами разберем. Давайте. Итак, вверх мы можем предположить, что это волна А. Почему мы это можем сделать? Потому что вниз мы знаем, что не был пробит уровень 88,2. А значит, это может быть волной В. Ну а если это В, то значит вверх волна АС. Коррекция уже есть волна ВС. И вверх волна СС. Вот она, эта точка хода. Стоп-лосс под минимум. Почему не под волну В, потому что нисходящая конструкция не является усеченной. А можно под волну В ставить только в том случае стоп-лосс, если конструкция усеченная. Почему? Потому что там какая-то была слабость. То есть движение, которое было, тот тренд, который был, не смог пробить какой-то уровень и сформировал третью волну, короткую усеченную. А третья волна в техническом анализе, она самая сильная. Именно это дает нам право поставить короткий стоп-лосс. А вот когда конструкция не усеченная, то ни в коем случае нельзя ставить короткий стоп-лосс, потому что есть большая вероятность его выноса. Поэтому стоп-лосс под минимум. Обязательно на ловушке, на максимуме, фиксация одной-второй прибыли и перевод сделки в без убыток. Это обязательное условие, ни в коем случае его не игнорируем. Эта ловушка по какой-то причине отсюда цена отбилась и пошла вниз. Следующая цель, да вот в принципе отличная цель 0.7799-0.78. Вот 0.78 замечательная цель для покупки. Это сейчас мы с вами разобрали раннюю точку входа. Более поздняя точка входа на пробитие 0.7703. То есть здесь, вот у нас ранняя точка входа здесь, а более поздняя у нас здесь. В таком случае мы предполагаем, что вверх это волна А, вниз волна В, и это АС, ВС, СС. Вот такая получается у нас точка входа. Почему мы можем купить, несмотря на то, что наклонный канал не пробит, дело в том, что пиво 2 пробит. А нам какая радость, наклонный канал или пиво 2 в принципе. Все эти инструменты, они равнозначны. Когда продавать? С продажами, кстати, будет очень сложно. Знаете почему? Вот если бы пробили 88.2 вниз, было бы вообще шикарно. У нас была бы усеченная конструкция. Мы бы по ней построили наклонный канал. Нашли раннюю точку входа и просто шикарно ее отработали, и все было бы ровно. Но, как сейчас продать? Вот такой вопрос. Мы можем продать на формировании нисходящей конструкции, которая завершит восходящую конструкцию, если будет точка входа. Допустим, мы попадаем на усеченку, берем первый тейк профит по ранней точке входа. И что будет дальше? А дальше просто вторая сделка у нас сработает по безубытку, потому что после получения первого тейк профита нам необходимо стоп-лосс перенести в безубыток. Сработает по стоп-лоссу, по безубытку, только в том случае, конечно же, если цена дальше не пойдет вверх. Но перевернуться мы не сможем. Вот в чем проблема. Потому что, смотрите, вот это у нас получается наклонный канал. Как мы видим, наклонный канал совершенно не выгодно. Это я его еще как-то так скромно. Вот он, наклонный канал. Еще хуже. Поэтому наклонным каналом пользоваться в данной конструкции, если такая конструкция будет, нет никакого смысла. Вообще никакого смысла нет. Это не выгодно. А если будет пивот, то пивот тоже будет низкий. Но вот сейчас вот этот минимум мы можем еще немного ниже спуститься. Поэтому пивот будет тоже очень низкий. И именно поэтому будет сложно продавать. Вообще в идеале сейчас просто свалиться вниз. Вот это было бы классно для рисунка, для того, чтобы мы могли хорошо отработать с маленькими стопами. Просто сейчас свалиться вниз. И в итоге у нас получится матрешка. То есть А, Б, С усеченная и А, Б, С усеченная. И вот здесь можно будет прям вот эту матрешечку отрабатывать на покупку с минимальным стопом. Просто с классной выгодой. Быстро заработали один к одному. Перевели в безубыток. Или даже не перевели в безубыток. И просто потом, если продолжится восходящее движение, заработали огромный потенциал. Это вообще в идеале. Вот сейчас для нас лучше свалиться вниз. Это будет намного лучше отработать такую точку входа. Почему? Потому что если мы будем отрабатывать сейчас на пробитии максимума, то у нас нет возможности, если что, отступить. Потому что всегда в любом бизнесе, везде вы должны искать альтернативу. То есть вы должны сразу разработать, что если этот продукт не будет продаваться. Что если? И на это что если у вас должен быть ответ. А здесь у нас на что если ответа нет. Потому что такой рисунок. Потому что здесь просто какие-то сильные импульсы вверх-вниз. И именно из-за этого рисунок очень некрасивый и очень неудобный. Поэтому в идеале, сейчас говорю, спуститься вниз это будет супер классно. Вот я после этого отрабатывал бы усеченку. А продажи вот сейчас продажи не рассматриваю. Новозеландский доллар, американский доллар. Здесь тоже такие качели. Мы видели сильное восходящее движение, потом сильное нисходящее, потом тут же сильное восходящее движение. Ну в общем говоря цирк и только. Итак, покупки. Покупки на пробитии 0.7202. Что это за покупки? Ровно такие же покупки, как мы рассмотрели по предыдущей валютной паре. Теперь волна А, коррекция волна Б, ну и вверх волна С, которая имеет подволны АЦ, БЦ. Ну потому что пока еще мы можем говорить, что это БЦ. Она же вниз не пробила, 88.2 не пробила, значит это БЦ. А вверх, соответственно, волна СЦ. Вот на пробитии максимума и будет покупка. Где первый тейк профит брать? На ловушке. Как бы это ни было неинтересно, маленький тейк профит, но точка входа на откат ИБ, по какой-то причине отсюда цена отбилась, пошла вниз. Поэтому не стоит это игнорировать. Обычно игнор ловушки, он заканчивается плохо. Поэтому первый тейк профит обязательно фиксируем на ловушке. Дальше все что угодно. Понимаете, вы когда зафиксируете первый тейк профит, вы уже ничем не рискуете. Вы перевели сделку без убыток. Вы можете все закрыть, потом закрыть, через два дня закрыть, через два месяца закрыть. То есть тут вы уже сами решаете, что делать. Но вы уже зафиксировали первый тейк профит, вы уже заработали. Поэтому первый на ловушке, дальше ориентируйтесь уже сами. И продажи. Когда продавать? А продажа, в принципе, возможно на пробитии 0.71.50. 0.49.0.71.49 продажи. Почему? Почему здесь возможна продажа? Давайте разбираться. В таком случае мы предполагаем, что вниз это волна А, вверх коррекция волна В. Вниз волна А, в волне С. Это волна В, а это волна С. И вот в таком случае мы можем и продать. Но, что нам необходимо сделать, крайне необходимо сделать, если мы продаем? Конечно же на ловушке зафиксировать первый тейк профит. Но ведь мы знаем, что... Да это не просто ловушка, это понимаете? Это сильный, качественный уровень поддержки. Поэтому нельзя его ни в коем случае игнорировать. Жадность она порождает бедность. Поэтому фиксируем первый тейк профит. Переводим сделку без убыток. Следующая цель. Уровень 138.2 по Фибоначчи от волны А. 0.70.25. Это следующая цель для фиксации прибыли по продаже. Золото. Что у нас интересного по золоту? Да ничего интересного по золоту. Нет. Флет. Флет, причем такой прям очень-очень скучный флет. Мы видим, что цена просто находится в диапазоне этого флета. О чем это говорит? О том, что покупки, так же как и продажи, имеют высокий риск. Почему? Ну, например, вот у нас был уровень сопротивления. Мы видим, что был какой-то ложный пробой этого уровня сопротивления. Неприятно, согласитесь. Пробились и пошли дальше. Ну и опять можем пробиться, опять пойти дальше и какое-то длительное время находиться во флете. Это определенно большой-большой минус. Именно поэтому нам нужно переходить на режим торговли во флете. Я понимаю, что можем сейчас развернуться, пойти вверх. В принципе, я сейчас и буду рассматривать именно покупки, а не продажи. Вот, кстати, 88.2 пробили. Я буду рассматривать именно покупки, но позже. Позже именно по режиму работы во флете. Вот видите, 88.2 пробили. Значит, конструкция сформировалась. И сейчас у нас есть вот такая вот восходящая конструкция. А, Б и скрытая усеченная волна С. Почему скрытая усеченная? Потому что усеченная, это когда мы пробили уровень 100 и не пробили 123.6. А здесь мы пробили 88.2 и не пробили уровень 100. То есть это просто разновидность усеченной конструкции. Итак, когда покупать? Покупки я продажи по золоту не рассматриваю. Почему не рассматриваю? Наверняка вы очень много слышали сейчас везде в YouTube. Очень многие говорят, что крупный игрок выходит с акцией, продает акции. Там один шортит, другой шортит, сплошные шортисты. И, соответственно, это может вызвать какой-то среднесрочный или краткосрочный обвал на фондовом рынке. Обвал, снижение, наверное, обвал это слишком громко сказано. Снижение на фондовом рынке. И если будут фиксировать прибыль или убыток, кому как, по фондовому рынку, то, соответственно, будут переходить в золото. А, соответственно, спрос на золото может просто вырасти. И все. Именно поэтому я рассматриваю покупки. Ну, просто такая вот логика. Поэтому, для того, чтобы купить, нам необходимо получить нисходящую трехволновую конструкцию. И вот прям очень желательно пробить наклонный канал. То есть получить повышение волнового уровня. И вот на завершении этой конструкции, почему я рассматриваю сейчас именно такой торговый план? Потому что это просто режим торговли во флете. Я просто хочу точку входа от нижней границы флета. Ну, чтобы она имела потенциал получения прибыли. Если я сейчас запрыгну, из-за того, что я понимаю, что золото может вырасти, то я запрыгну возле верхней границы этого флета. Еще неизвестно, сколько месяцев я должен здесь сидеть во флете. Мы этого не знаем. Мы только на истории можем сказать, а вот здесь вот надо было купить. Пальцем тыкать, да? А по факту мы же этого не знаем. Поэтому мы должны подстраиваться под текущую ситуацию и всегда искать выгодную точку входа. И вот от нижней границы этого флета, на завершение нисходящей конструкции, формированием восходящей конструкции, я буду покупать. Будет отличная, хорошая покупка. Сейчас, несмотря на то, что я позитивно отношусь к покупке, я покупать не буду. Мы находимся на верхней границе флета. Можем пойти вверх? Я еще раз говорю, что можем и вполне можем пойти туда. Но все-таки нужно находить выгодные точки входа. Вот такая покупка меня полностью устраивает. Продажи пока я не рассматриваю. По Apple у нас была покупка на завершение нисходящей утеченной конструкции. Сейчас глубокая коррекция. Но мы опять-таки, я вам буквально только что сказал, что сейчас люди боятся. И поэтому многие закрывают свои позиции. Поэтому есть вариант, что еще спустимся вниз. Очень даже есть такой вариант. Вот давайте подождем это снижение. Именно это снижение вниз. То есть получим нормальную, качественную, нисходящую конструкцию. Волна А. Коррекция может быть сегодня волна Б на открытии. И какая-нибудь волна С. И вот на завершении нисходящей конструкции мы будем покупать. И вот если мы будем покупать где-нибудь от уровня поддержки, который у нас был, 126. Вот где-то сюда, если дойдем, то будет отличная покупка, хорошая, выгодная цена. А для того, чтобы можно было извлечь достойную прибыль. Волной А пробили на колонны канала, получили коррекцию волну Б. И покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая точка входа меня устраивает. А в Facebook. По Facebook ровно то же самое. Кстати, тоже видите, пробили максимум. Повалили снизу. Зачем, интересно, здесь было пробивать максимум? Я не думаю, что кто-то здесь взял и поставил ордер на покупку. Ну, какой смысл? Покупать же надо внизу. Вот мы же здесь с вами покупали, да? На формировании восходящей конструкции от уровня поддержки. То есть, ну, все как бы очень логично. А вот здесь, чтобы выносить чьи-то стопы или стопы сюда ставили, стоп можно же было за максимум поставить. Непонятно. Ну, бывают всякие движения. Волна А. Коррекция волна Б. И вот надо пробить минимум. И если мы спустимся к уровню поддержки, будет вообще шикарно. И на завершение нисходящего движения, формирование восходящего движения. Ну, то, что здесь у нас нарисовано. Переносим просто сюда. Строим наклонный канал по тому нисходящему движению, которое будет. И покупка на формировании восходящего движения, которое завершит нисходящее движение. Покупки рассматриваю по Facebook. Потому что, во-первых, даже если начнут выходить из рискованных активов, то будут переходить куда? Будут переходить к голубым фишкам. А Facebook это голубая фишка. Поэтому, конечно же, она является все равно защитным активом. Это не какая-нибудь там компания, которую никто никогда не слышал. Это крупная компания. Соответственно, люди переходят в крупные компании тоже как защитный актив. Сберегательный банк сегодня открылся с таким позитивчиком. Потом чуть-чуть откатился. Потом обратно откатился. Но нисходящая конструкция на данный момент усеченная. Это очень хорошо. И здесь вот как раз мы можем легко рассмотреть покупку на формировании восходящей конструкции. И она может дать весьма хороший потенциал. Потому что коррекция была очень глубокая. А значит, нам есть что заработать. Вот у нас есть нисходящая конструкция. Общий тренд явно восходящий. На формировании восходящей конструкции, которая завершит нисходящую конструкцию, мы будем покупать. Такая может быть покупка. На уровень не смотрите, потому что мы не знаем, какая будет волна А. Ну, а если пойдем дальше вниз, то мы просто еще дешевле отработаем эту же точку входа и просто дешевле купим Сбербанк. Это ведь замечательно, когда можно купить еще дешевле. Продажи по Сбербанку пока не рассматриваем. Магнит. По магниту я сегодня для вас составлял торговый план и его публиковал на сайте компании Grand Capital. Нисходящая конструкция на данный момент усеченная. Но ни в коем случае сейчас я покупки не рассматриваю. Потому что мы можем спуститься еще вниз. Да и даже мы еще не дошли до верхней границы облака Ишимоку. 4,879. Поэтому, может быть, мы до сюда сейчас дойдем. А может быть, до нижней границы облака Ишимоку. Здесь, в принципе, отличный уровень. 4,756. Но торговый план сохраняется. Даже если мы сейчас пойдем вниз, торговый план сохраняется. Волной А нужно пробить наклонный канал, получить коррекцию волну Б. И покупка на формировании восходящей конструкции, то есть на пробитии предыдущего максимума. Магнит очень хорошо скорректировался. Это таймфрейм уровня H4. То есть это мы понимаем, что очень глубокая коррекция. Стоил магнит на максимуме 5,763. Сейчас он торгуется по 4,900. То есть это очень большой дисконт. Поэтому здесь у нас может быть отличная покупка. Я наблюдаю за этим активом. Сейчас не покупаю, потому что мы сейчас находимся в нисходящем движении. Действительно, может быть, сейчас будет какая-то коррекция. И эта коррекция даст возможность купить хорошие бумаги по более низким ценам, чем даже сейчас. Нефть марки Brent. Сегодня мы с небольшим позитивчиком открылись. Но по факту нефть марки Brent торгуется во флете. Вот он, этот диапазон флета. Поэтому покупки я сейчас рассмотреть не могу. Я не знаю, сколько времени будет торговаться здесь Brent. Мне, к сожалению, этого никто не сказал. Мы можем еще неделю здесь проторчать. Представляете, я возьму и куплю на пробитие максимума. То есть будет вот такое вот пробитие. Я вам уже много раз рассказывал про такую ситуацию, как ложное пробитие. Вот оно. Ведь кто-то здесь наверняка купил. А потом цена сразу пошла вниз. Именно поэтому я не хочу этого делать и не буду я этого делать. Только от нижней границы флета покупка я не против. То есть спускаемся вниз, получаем нисходящую трехволновую конструкцию. И уже на формировании восходящей конструкции, завершении нисходящей трехволновой конструкции, покупка от нижней границы флета. Потому что я не знаю, пробьем верхнюю границу флета и возобновится восходящее движение или нет. И вот я не могу сказать. И опять-таки, когда-нибудь, возможно, да, нефть восстановится. Во всяком случае, банки говорят о том, что стоимость нефти восстановится. Но вопрос, через сколько недель или через сколько месяцев. Ну вот об этом, к сожалению, никто не говорит. Ну потому что никто этого просто не знает. Поэтому от нижней границы флета покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Индекс SP500 сегодня открылся с гэпом вниз, причем с таким очень сильным гэпом. И тут же начал откатываться обратно вверх. Ну по факту здесь какого-то сильного восходящего движения и нет. Да, мы откатились, но это вполне нормальная реакция. Понимаете, вдруг такая пустота у нас получилась, нужно было закрыть гэп. Гэп закрыт, все отлично. Но я не вижу сейчас каких-то сильных сигналов для восходящего движения. Поэтому покупка только на формировании восходящей конструкции, которая завершит нисходящую конструкцию. Или вариант номер два, который мне даже нравится намного больше, потому что он будет иметь меньше стоп-лосс. Например, текущий максимум остается этот. Все, сейчас мы начинаем откатываться вниз. Откатываемся вниз и получаем нисходящую трехволновую конструкцию. Волна А, коррекция волна В и волна С, короткая, усеченная. То есть мы получили усеченку, предполагаемую волну В. По этой усеченке строим наклонный канал. И на завершение этой усеченки формированием восходящей конструкции покупаем. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну В и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая точка входа очень классная, потому что она имеет очень близкий тейк-профит в диапазоне 3748, если останется этот максимум. В диапазоне максимума конструкции. И стоп-лосс будет очень маленький, потому что стоп-лосс можно ставить за усеченку, я вам это уже говорил. А дальше, соответственно, есть большой потенциал получения прибыли. Вот такая точка входа мне нравится. Продажи по индексу SP500 я пока не рассматриваю. И биточек. Что же у нас по битку? А здесь у нас можно уже даже рассмотреть покупку на пробитии 34448. Вот на пробитии этого уровня 34000. Аж сложно говорить, такие большие цифры по биткоину. Что же вообще? Ну 34000 долларов стоит криптомонета. Сильно, да? Есть волна A, есть коррекция волна B. И вот на пробитии максимума, если такой будет, можно купить. Эта точка входа будет на откате B плюс преусеченный C. На прошлом деле, помните, мы с вами покупали на завершении нисходящей конструкции формированием восходящей конструкции. Все элементарно просто. Вот у нас есть нисходящая конструкция. Нам нужно было волной A пробить наклонный канал, получить коррекцию и купить на пробитии максимума. То же самое здесь. Вот она, нисходящая конструкция. Мы пробили наклонный канал волной A, получили коррекцию волну B. И на пробитии максимума покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Стоп-лосс ставим под минимум, ну под конструкцию, но не впритык. Не надо вот это вот впритык и делать, потому что цена просто коснется и закроется, будет неприятно. С небольшим фильтром. Стоп-лосс на соотношение 1 к 1 первый тейк профит, перевод сделки без убыток. Дальше, дальше что хотите делать, может она и дальше пойдет в принципе. Есть куда расти, потому что очень сильно мы скорректировались. Как мы помним, максимум был по 42 тысячи почти. Поэтому есть, есть куда расти. А продажи на перевороте не пошли вверх. Например, даже зафиксировали на 1 к 1 первый тейк профит. И построили наклонный канал по восходящей конструкции. И на завершение восходящей конструкции, формированием нисходячей конструкции, вход. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б. И продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет тоже на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что вниз не что иное, как волна А. Верх трехволновка это коррекция волна B. Ну а вниз волна C, которая имеет подволны A, C, B, C и C, C. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно на ловушке фиксация 1, 2 прибыли и перевод сделки без убыток. Следующая цель уровень поддержки 29,172. А у меня на этом все. Если у вас нет вопросов, то думаю, что можно приступать к торговле. Отлично, вопросов нет. Я вам желаю прибыльной торговой недели. Не болейте, да пребудет с нами профит. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok